Дорогие друзья, сегодня, конечно, мы вновь возвращаемся к ситуации в России и обязаны это сделать, потому что в России много что разрушено за последние 5-6 лет, но не разрушена еще Конституция, а Конституция принята в последнем году большинством граждан на прямом референдуме. Конституция говорит о том, что Россия это кематический государство. И сегодня настроение в общественности таково, что, скажу так, присутствует полный пессимизм в отношении предстоящего будущего и вообще долгозрочного будущего страны. Это мне очень напоминает период 1999 года, когда после финансового кризиса было серьезное падение доходов граждан и в преддверии предстоящих выборов граждане ощущали необходимость консолидации и необходимость проведения реформ. И в то время президент Ельцин по совету своего узкого круга выбрал господина Путина в качестве преемника и поддержал его для того, чтобы он стал своей страной и был избран президентом. И в то время абсолютное большинство граждан России верило, что это правильный человек для того, чтобы продолжить миссию, начать у Ельцин по постраданию демократического государства. И поэтому у меня, когда я получил предложение господина Путина стать премьер-министром работать вместе, не было больших сомнений, так как план реформ, который я считал неотъемным провести в стране, этот план был поддержан Путиным и на протяжении 3,5 лет, и с 4 лет, когда я был премьер-министром, я верил в то, что мы думаем одинаково в отношении будущего страны, и эти реформы поддерживаются президентом в следующем периоде. Но и по прошествии этих 4 лет, конечно, многое что было сделано, и те реформы, которые были закончены, начаты, создали тот фундамент, который сегодня по-прежнему работает, и страна по-прежнему экономически еще жила. Несмотря на то, что все те усилия по формированию консервативной, с одной стороны, и либеральной, с другой стороны, финансо-экономической политики, они сегодня все полностью растоптаны действиями властей, которые не проводят никаких реформ, и объем расходов государства увеличился вновь с 29% от ВВП, вновь до 36% от ВВП, и фактически давление на бизнес, таково, что никакого потенциала у развития частного предпринимательства практически. Второй срок господина Путина был полностью посвящен тому, чтобы перечеркнуть все, что было сделано в первый срок. Но прежде всего, конечно, были разрушены полностью демократические институты, которые мы начали строить еще в начале демократии. В России никогда не было демократии, но в России были попытки и первые результаты строительства института демократического общества. Прежде всего, я имею в виду, конечно, разделение властей, независимая судебная система, свободная пресса, и самое главное, это свободные справедливые выборы. Сегодня нет сомнений у всего той части общества, которой не все равно, что происходит в стране, нет сомнений в том, что не существует ни одного, ни одной черты демократического государства Российской Федерации. И самое главное, у нас отобрали выбор, последний институт демократического общества. Если в 2007 году и в 2008 году граждане, ожидая, что придет господин Медведев, который не из КГБ, и что-то начнется либерализация системы, и они готовы были закрыть и закрыли глаза на те нарушения и фактически уже отсутствие выборов как таковых, то последние выборы региональные октября прошлого 2009 года даже убрали дилюзии у тех людей, которые лояльны господину Путину, находятся в партиях, контролируемых им. Даже парламент, который не является парламентом, это просто люди, назначенные фактически, де-факто, господином Путину, даже они сбунтовались, прекратив свое заседание. Сегодня ситуация вновь повторяется. Повторяется в том, что мы подходим по кругу к новому слику. И новый единственный шанс для нас, людей, либеральных демократов, сменить власть только через выборы. И этот шанс может произойти или быть упущен в очередной раз в 2011-2012 годах. Что мы должны сделать и чем может Европейский парламент и наша Европейская либеральная партия демократов и реформаторов помочь нам в Российской Федерации? Конечно, общественное давление. Общественное давление внутри страны, давление со стороны наших друзей из европейских институтов. Европарламент в первую очередь. Давление на эту власть. Чтобы эта власть исполняла те обязательства, которые Российская Федерация взяла, войдя в Совет Европы и в ООБСЕ и обязалась исполнять в том числе в отношении свободных выборов. Сегодня в Российской Федерации не существует политической конкуренции. Сегодня невозможно участвовать в выборах, поскольку этот путь закрыт. Фактически, де-факто, запрет на создание политических партий и участие в выборах. Поэтому мы и считаем, что принятая съездом в Барселоне, съездом ЕЛДР, резолюция в отношении доступа к выборам Российской Федерации, а именно осуждающие действия российских властей по закрытию политической деятельности и отсутствию доступа, должна начать реализовываться в разных формах. И мы просим, предлагаем, то, что может сделать Европейский парламент, наша либеральная группа здесь, в Европейском парламенте, принять такую резолюцию, где-то, скажем, осенью, которая бы разливала те положения, которые сегодня и ту реальность, проходящую в России в этой сфере. В сфере политической конкуренции, политической деятельности и доступа к выборам. Это означает, что нужно ее подготовить, это означает, что нужно создать группу, которая могла бы провести такие исследования и обстоятельно доложить в парламенте. Я предлагаю, чтобы АЛД инициировала такой процесс. И думаю, я не очень хорошо знаю структуру работы на бюрократии в Европарламенте, но думаю, что группа или рабочая группа под названием ЦСИ могла бы заняться, так как международные отношения входят в компетенцию вместе с группой, и, которая занимается ведительским вопросом, могла бы инициировать такую вещь. И приехать в Россию, провести беседы с оппозицией, провести беседу с властью и сделать обстоятельно доклад, что происходит в России. Если так, оказывается, будет принято, есть шанс, что власти изменят законы с тем, что будут пустить реальную оппозицию к выборам. И второй момент, который мы со своей стороны будем делать, то есть страны, конечно, эти проставшиеся два года до выборов мы будем формировать общественное мнение о неприемлемости такого унижения, которое терпят все граждане страны, фактически лишившиеся любых политических прав и политических свобод. Отсутствием института. Поэтому, конечно, мы хотим верить в то, что наша сестеринская партия «Яблоко» Сергей Митрохин сегодня здесь, вчера мы эту тему коротко с ним обсуждали. Народ-демократический союз. Мы сделали предложение «Яблоко» создать коллицию с тем, чтобы на базе нашей двух партий другие демократы могли присоединиться, и с тем, чтобы мы могли организовать в большей степени такое давление, как консервированная сила всех демократических сил. Это означает, что потенциальная поддержка, ее состоит в России около 25-30% избирателей. Это серьезная сила. И даже если останутся к 2011 году не выборы, которые существуют сегодня, то имитация выборов. Эти 25-30% голосов избирателей продемонстрируют власти, что нельзя сфальсифицировать до 5%. Это означает, что в парламенте, который сегодня не является парламентом, как называют у нас в России сам спикер парламента, это не место для дискуссии парламента, это место для штамповки законов, то тогда в этом парламенте может сформирована быть демократическая фракция, которая начнет интенсивный размыв всей так называемой вертикали власти и фактически главное крушение, мирное крушение этого режима. И поэтому я хочу верить в то, что наши друзья из Яблока не откажутся от такого предложения создать коалицию, как они сделали на выборах 2007 года, как они сделали на выборах 2009 года, а наконец-то осознают, что объединенные усилия просто необходимы. Это то, что мы будем делать внутри, создавать общественное давление. Просим вас отсюда из Европейского Союза организовать аккуратное, плавное, но прямое и честное давление на российскую власть, которая не исполняет своих международных обязательств. Я уже не говорю об исполнении российских государств. Спасибо. 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 Спасибо.